Всем большой привет и вы на канале Гекта Лайф. Сегодня я буду вам показывать свои книжные покупки за месяц. Это очень вкусные покупочки, поэтому всем, кому интересны книги, непременно оставайтесь и вы узнаете, что же я приобрела. Заказывала я в магазине Лабиринт и в этот раз все книги приехали практически в идеальном состоянии, только у одной небольшая покоцанность, но это ничего страшного. Да, так, ерунда, можно было и случайно сделать. А в остальном книги в идеальном состоянии, что очень порадовало. И вот первая книга, которую я хочу показать, я так понимаю, это новинка, Куколка называется, автор Александр Варго и Апостолы тьмы. Итак, эта книга предназначена от 18 с плюсом, то есть, соответственно, понятно, что здесь присутствуют какие-то такие сцены, которые непозволительно читать людям до 18 лет. И уже в самом начале, да, мы видим изображение жуткое, да, здесь какая-то вот девочка в белом одеянии, вроде как рубашки такой ночнушки из больницы. У нее такие длинные черные волосы, как из фильма «Звонок». Ну вот видно, что это, да, такой жанр ужаса. Здесь сургуч изображен, ну, довольно круто. Вот очень мне нравится оформление. Сама книга, смотрите, она небольшого размера, она маленькая. Чуть позже я ее вам покажу в сравнении с обычным размером книги, что вы могли понять. Не хочу просто заранее вам показывать. И в самом-самом начале шрифтом красного цвета написано, не прикасайся к старым чужим игрушкам, выброшенным на свалку. И их недаром выбросили. Да, вот такое вот нам сразу напутствие, чтобы мы не делали ошибок в жизни. Сюжет этой книги заключается в том, что один фотограф по имени Роберт гулял в парке и увидел, как бежит какая-то девочка. И на тот момент он показал, что она улыбается, он решил заснять. Когда он вернулся домой и рассмотрел фотографию получше, то понял, что девочка вовсе не улыбается. У нее просто-напросто разрезан рот. И он решает отправиться назад в этот парк, попадает в какое-то старинное здание, находит там игрушку и забирает ее домой. Чем же все это для него закончится, мы узнаем именно из этой книги, но явно ничем хорошим. Кстати, хотела обратить внимание, эта книга вообще запечатана в пленку. Вот как я вам и говорила, раньше вот из Аберинта все время такие приходили мне. И следующие пару книг, которые я вам покажу, тоже из жанра хоррор. И первая... Та-дам! И та же история, оформление сразу видно, что в стиле хоррор все такое темное, да и называется «В темном-темном лесу. Детектив новый уровень». Зелеными буковками написано «Рут Уэр». И здесь какая-то девушка бежит в лес. Главная героиня Нора окончила школу 10 лет назад и после не встречалась ни с одними из своих друзей, в том числе со своей лучшей подругой Клэр. И тут однажды ей приходит приглашение на девичник. И когда она приходит в темный-темный дом, там обнаруживается темная-темная комната. Что же произошло в этой темной комнате, нам также предстоит узнать. По-моему, довольно-таки интересно из разряда каких-то детских страшилок, да, название «В темном-темном лесу», «В темном-темном доме», «В темной-темной комнате», «Под темным-темным одеялом» и так далее. Вот, на мой взгляд, довольно интересно. Я почитаю и потом с вами поделюсь своим мнением. Вы уж извините, что я не так часто выкладываю свои отзывы на книги. Я буду по возможности исправлять данную оплошность. И да, книга обычного размера, видите, это вот сверху наложено. Она чуть-чуть, буквально меньше. Ненамного, но все же она уже. Вам страшно? Нет еще пока? Но сейчас будет. Потому что перед вами самая страшная книга 2016 года. Здесь находятся лучшие отечественные рассказы в жанре хоррора по версии читателей. То есть именно читатели, причем разных возрастов, разных категорий, абсолютно разных, выбирают эти рассказы. Я уж не знаю, где там у них проходит опрос, но выбирают именно читатели. В книге находится огромное количество авторов. Из них Николай Иванов, Максим Хабир, Дмитрий Костюкевич, Михаил Павлов, Александр Подольский и другие. Очень интересно почитать эту книгу. Я прочла хорошие отзывы на нее, что действительно она страшненькая, интересненькая. Но вроде, может быть, иногда бывает что-то похожее на какое-то повторение. Но тем не менее, она действительно хороша. И читатели чувствуют мурашки по коже от страха, который здесь содержится. И тем более, если это сами читатели выбирали, то о чем тут можно говорить? Буду читать с удовольствием зимними вечерами. Ну что ж, жанр хоррор закончился. И теперь пойдут милые доброжелательные книжки. И первую, которую я вам покажу, это автор Борис Акунин. И детская книга для мальчиков. Естественно, как вы догадываетесь, я ее приобрела для нашего сына. Итак, эта детская книга входит в легендарную серию жанры. В которой представлены образцы всевозможных видов литературы. Как существующих, так и изобретенных автором. На этот раз в историю попадают самые младшие представители родов Андориных. Но в книге есть еще один герой. Удивительный город, где разворачиваются эти невероятные события. Город, который был, как я понимаю, прочитав чуть ниже. Очень интересно будет познакомить ребенка с этой книгой. Борис Акунин заслуженный автор. И вот как раз у этой книги, видите, такая маленькая загвоздинка. На которую можно, в принципе, не обращать внимания. Тем более, книга имеет мягкую обложку. Это, конечно, кстати говоря, минус. Хотелось бы, чтобы обложка была твердой. Но, как есть, так есть. В твердом оформлении вообще ее нету. Насколько я знаю. Вот такая вот книга. Мягкая, толстая. И так как эта книга создана для детей, то, конечно, особенно огорчает, что здесь мягкая обложка. Детям читать это неудобно. Потому что ребенку постоянно придется вот так держать странички. Придерживать довольно-таки неудобно. И это уже больше напоминает какое-то чтиво для общественного транспорта. А это, это новинка. Новинка от автора Марии Метлицкой. Миленький ты мой название. Такое красивое оформление. Вот, кстати, снимок автора. Покупала я не просто так. У меня есть в коллекции книг. Ее другая работа, которая называется «Наша маленькая жизнь». Это именно серия книг. Если вы зайдете, скажем, в лабиринт или еще куда-нибудь и наберете Марию Метлицкую, то увидите, что там у нее присутствует довольно много работ. Эта книга помогает осмыслить жизнь. Сейчас я вам показываю ту, которая у меня уже была. Тоже такая яркая, уютная, красивая картинка. «Наша маленькая жизнь». И действительно, эта книга помогает осмыслить жизнь. Она мудрая, она интересная. Ее приятно читать. И при этом получаешь какие-то действительно полезные вещи. Как-то смотришь на жизнь со стороны, что ли. Это просто надо прочесть, чтобы понять, что хорошего делает этот автор. И вот новая, казалось бы, я пропустила столько книг. И почему-то именно эту, вот те книги, которые у нее еще есть, они меня по названию почему-то не привлекали. То есть мне казалось, что это может быть мне неинтересно. Возможно, я не права. Скорее всего, так и есть. Но тем не менее, именно эта, казалось бы, я еще раз повторюсь, она новая. Но вот она меня привлекла. Миленький ты мой. В этой книге главную героиню Лиду постоянно кто-то бросает. Сначала бросила мать, потом по жизни начали бросать мужчины. Постоянно она встречалась с подлостью, там, с изменой, не знаю. В общем, она не понимала, почему ее бросать. И каждый раз хотела спросить, миленький ты мой, за что ты меня бросаешь, что я тебе такое сделала. Ну, на самом деле, ничего такого она не делала. Просто она сама себя запрограммировала на одиночество. И старалась придерживаться этому режиму. И она думает, ну и ладно, и бог с ним. Жить с льдышкой вместо сердца довольно неплохо. Никаких тебе страданий, переживаний и так далее. Но все-таки любовь в жизни появляется, даже если она ей так сильно сопротивляется. Вот как бы о чем будет эта книга. То есть она будет рассказывать о том, как себя перепрограммировать на что-то другое. Как будет она себя вести, когда встретится действительно ей любовь настоящая, как я понимаю. Довольно интересный сюжет. Очень уже хочется почитать. Я люблю такие мудрые психологические книги. И следующая такая маленькая, приятная книга. Это Патрик Мадиана и его произведение «Ночная трава». Нобелевская премия 2014 года была вручена данному автору. И главная достоинство этой книги – неповторимое умение автора воссоздать тот особый мир, где время порой пробивает брешь, скользнув в которую можно оказаться в Париже 60-х годов прошлого столетия и в Париже 19-го века. То есть у него так перескакивает по времени, насколько я могу понять из того, что написано. И это довольно интересно. Книга действительно очень маленькая, вот для сравнения вам показываю, но имеет твердую обложку. И она также очень тонкая. Здесь довольно крупный шрифт. И я думаю, что ее можно прочитать буквально там за день. И вот еще одна книга, которую я приобрела для нашего сына. Это книга, кстати, продолжение бестселлера «Уличный кот по имени Боб». Но я не нашла никаких более ранних версий книг. Вот это самое первое, самое раннее, какое я обнаружила на сайте Лабиринта. Но написано все-таки продолжение. Так что, ладно, уж начнем, видимо, со второй. Получается, что так. «Мир глазами кота Боба», автор Джеймс Боэн, «Новые приключения человека и его рыжего друга». Это достаточно интересная история, история бездомного, который подобрал, я так понимаю, кота, поскольку с первой частью я не знакома, но исходя из того, что я здесь могу вкратце прочесть, я понимаю, что нашел он этого кота. И как бы, может быть, он с ним там общаться начал, я не знаю, не знаю, но эта книга написана, скажем так, «Глазами кота». Ну, вы понимаете, это такая сказочная, приятная атмосфера. Тем более, у меня сын очень-очень любит животных, поэтому он очень был рад, когда увидел данную книгу. Здесь довольно крупный шрифт. Книга, по-моему, от 12 с плюсом. Это более такая детско-подростковая аудитория. То есть, естественно, для взрослого это будет немножко не то. Но если вы хотите чуточку сказки в свою жизнь, то вам они применно должно это понравиться. Мне очень интересно уже послушать от сына. Да, он будет читать, я буду слушать, что же тут у нас находится внутри. Как этот яркий рыжий котик видит мир. Это действительно интересно. И вот здесь такая вот фотография, вот этот бродяга, и вот кот у него прямо на плече сидит. Боже, это так мило! И последняя покупка, которую я вам покажу, это уже приобретение моего мужа. И заказал он не из лабиринта, а с Азона. Луиза Пенни, потому что почему-то в лабиринте новой последней книги автора нет. Это «Время предательства». Вы знаете, что он прочел уже все предыдущие книги, и уже даже сделал отзыв на них, поэтому проходите по ссылке в ролике, и посмотрите, если еще не видели. И вам интересен данный автор. Это вообще детективы. Пятикратный лауреат премии Адата Кристи за лучший детектив годы. Итак, роман «Время предательства» продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни единственного в мире пятикратного лауреата премии Агата Кристи. А впервые на русском языке. О-о! Получается, что у нас из тиража именно с этими красными буковками именно впервые на русском. А уже последующие книги будут печататься, я так понимаю, без этой надписи. Поэтому у нас даже своего рода раритет. Ну, на этом я заканчиваю свой прекрасный ролик о книгах. Я очень люблю книги. Надеюсь, что и вы. И если это так, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Впереди еще много и много интересных роликов. А также репостите видео в группе ВКонтакте. Вступайте и туда. Всем удачи, всем прекрасного чтива. Особенно вот тогда, когда за окном падает снежок и просто холодно. А вы можете сидеть под пледиком и читать прекрасные книги. Что может быть лучше, скажите. Ладно, до встречи. Всем пока. Ты смотришь видео мои, а я любовь свою дарю. Ты подпишись и посмотри, как я играю на игру. Подписывай миру. Пока. Субтитры подогнал «Симон»